Бренд новый, проблемы рабочих прежние. Правительство региона держит на контроле ситуацию на одном из наиболее проблемных предприятий региона. В прошлом Арлекс ныне преемник Промтекс. На аппаратном совещании в администрации региона вопрос завода, как наиболее острый, был рассмотрен вне повестки дня. Напомним, в ноябре прошлого года реанимировать Арлекс, который находился в процедуре банкротства с 2008 года, взялся бизнесмен, а ныне депутат горсовета Олег Карпиков. Он стал учредителем нового ООО Промтекс. Инвестор в обмен на передачу в аренду оборудования и технической документации обязался перевезти в Промтекс работников завода. Почти 60 человек были действительно приняты, а вот теперь вместо обещанного возрождения завода в ряде СМИ появилась информация, что Промтекс расторг договор аренды имущества завода банкрота, а рабочие уволены. Промтексу переданы в аренду оборудование, оснастка и помещение. Но помещение Карпиков запретил принимать, по надуманным причинам он отказался подписывать акты приема передачи. Документацию Промтекс выкупил, но подготовка производства велась крайне плохо, очень медленно, неорганизованно, с грубейшими нарушениями техники безопасности. Нам приходилось смешиваться, потому что там могли быть частные случаи. Кредиторы везде, где могли идти навстречу, всегда, в том числе практически в исчерп своих материальных интересов, идут навстречу. Многократно обвиненный Червяков, в общем-то, ведет себя вполне, его позиции, я бы сказал, даже максимально лояльно. Все действия по передаче документации переданы, оснастка передана, значит, всего, что возможно было на самых льготных условиях так называемому инвестору передано. Только теперь он в больнице собирается уже не из АЛЭКСа людей, а из Промтекс. Поэтому у меня просьба к управлению по труду и трудовой инспекции разобраться. Доклад зампреда Дмитрия Бутусова был более оптимистичный, если не сладкая, то вполне благоприятная жизнь на четырех сахарных заводах региона. На предприятиях полным ходом идет переработка свеклы, нового урожая. Переработано на сегодняшний день 1 миллион 243 тысячи тонн сахарной свеклы и выработано сахаром 195 с половиной тысяч тонн. Актуальной была и остается тема дорожного строительства. Напомним, в этом году в Орловской области благодаря федеральной поддержке на развитие дорожного хозяйства направляются рекордные финансирования свыше трех с половиной миллиардов рублей. Ремонт путепровода в Сторе, улица Первая Курска в городе Орле. В завершающей фазе находится готовность, выполненный объем работы уже близок к 80%. Работы планируется завершить в ноябре этого года. Это вызывает опасения у настоятельства от омельной дороги до деревни Новотроицкой Крамского района. В связи с неисполнением срок муниципального контракта администрации Крамского района готовится иск в арбитражный суд Орловской области о взыскании неустойки. Среди рассмотренных вопросов реализация программы Орловской области развития лесного хозяйства на 2013-2020 годы, исполнение поручений губернатора. Наталья Пехтерева, Антон Яковлев, Телеканал Первый областный.